Не останется, потому что у меня... Да, здрасте. Здравствуйте. Да, меня зовут Ярослав Старый. Мы на 20 минут вот так поговорим и уйдем. А мы сейчас... Какой бы рода будет... Вот мы друг друга снимаем. Кафе не снимаем. Ну, мы обсуждаем дела. Че, подожди, а что такое? Не снимай? Просто этот момент выговариваете у нас всегда заранее. Мы кафе не снимаем. К розетке не подключались к Вашей. Представились. И давайте снять время и уважать пространство друг друга. Все, прошу. Смотрите, вот так, чтобы в концентрированном режиме... Значит, я не буду обсуждать то, что было у нас там в официальном кадре, да. Это зрители увидят, они сами поймут там, где я проиграл какие-то моменты, где Поливанов молодец. Это все обсудим потом. Сейчас по мотивам, по мотивам этой встречи я хотел бы зрителям акцентировать два момента очень важных. И то, на чем Поливанов не стал меня развивать, да, что Зиновьев, Солженицын, многие философы... Это, знаете, как есть выражение, да, набухло, но не проклюнулось. То есть у многих философов есть такой элемент конъюнктуры, когда видно, что философ чувствует мощь вот этого будущего, возможного, да, венерианцы те же и так далее. Илон Маск. То есть человек набухает до уровня прорыва, но прорывы не происходят. Почему? Потому что политика, потому что финансы, потому что конъюнктура, вплоть до прямых угроз, да, и человек просто сдувается, и многие вещи не договаривает, не дописывает, не довыкладывает и не доорганизует. И получается как бы, ну, то, что получается. И вот в данном контексте, как бы, а что недоговаривают, что недопрорыв в чем? А недопрорыв в том, что получается так, что люди могут иметь свое будущее, и люди могут иметь прорывы только в том случае, если они научатся объединяться как человечество, как глобальный союз людей. То есть и без всяких измов, озмов, азмов, оргазмов и так далее. То есть это должно быть, должен быть союз людей, планеты Земля. Есть единого космического космизма. То есть планета Земля, как космический корабль, на котором мы все имеем равные права и все путешествуем. Инженеры обслуживают нашу инженерею, медики обслуживают наше здоровье, учителя обучают поколение и так далее. То есть мы все, как единая семья, в некотором смысле эту модель удалось создать, воссоздать в Советском Союзе. И почему был сформулирован советский человек. То есть человек нового времени, новой цивилизации. То есть принципы Советского Союза, напоминаю. Национальность не важна, язык не важен, вероисповедание не важно, география не важна. То есть Советский Союз, советский человек, принципы советскости упраздняли все капиталистические вот эти акценты. Они просто уходили. Перечислили, пожалуйста, что важно. Что было важно? Материнство, семья, материнство, детство, мечта. У каждого человека должна была быть самореализация и достижение труда. То есть человек, ну, советская поговорка, нет профессии, хороший парень. Есть профессия, в которой ты должен быть мастером, ценился труд, ценились достижения труда. Если ты ученый, значит, ты должен стать академиком обязательно. Если ты солдат, ты должен стать генералом, то есть и так далее. Пощелось масло изобретательства. То есть рост профессиональный, изобретательство во всех сферах деятельности. Финансировалось, что рабочий мог быть изобретателем. В искусстве, в медицине, даже в таких отраслях, где изобретательство, ну, нетрадиционно, даже там люди изобретали, получали патенты, свидетельства изобретательские, премии получали и так далее. Вот у меня дед был этим директором депо, и даже у него есть четыре изобретательских свидетельства. У директора депо, да, то есть он все время на свое депо смотрел с окна этой диспетчерской, да, но даже глядя из окна диспетчерской, он все равно участвовал в каких-то доработках, разработках и так далее. Вот. И, несмотря на то, что сейчас существуют у нас антиглобалисты, анонимусы, нетократы, какие-то еще движения там, Грета Тумберг, еще кто-то, еще кто-то, венерианцы, единой концепции объединенного человечества пока что никто не предлагает. Это либо религиозная концепция, где нам, ну, как бы, скорее догмы повиновения навязываются, да, ну, ослабление, да, каких-то амбиций, ослабление каких-то личностных качеств, да, в пользу соединения во имя любви, там, соединения во имя… Это уже неплохо, но это не дает, как бы, не дает человеку конструктивному, не дает программисту, не дает инженеру задачу. Да, то есть, вот, Бог есть любовь. Вот сегодня ехал, кто-то у себя на заборе огромными буквами висит плакат. Бог есть любовь. Вот человек трансформирует мир как может. Но для человека молодого, дерзающего, ищущего, да, создающего, этого лозунга недостаточно. Ему нужна стратегия, ему нужны цели, ему нужны инструкции, ему нужно понимание, как он может себя проявить в этом, даже в этом лозунге, да. И даже когда мы о любви спрашиваем у людей, у зрелых, сколько трактовок любви мы получим? Десятки, сотни, да. Примитивные люди сводят это к отношению полов. Великие философы сводят это к отношению миров, да, к лучам каким-нибудь, да. А где та золотая середина, тот формальный, да, формальный, как бы, критерий, по которому человек будет понимать, в правильном русле он движется или не в правильном, да. То есть верную дорогу он выбрал или неверную. Поэтому вот сейчас очень важно, я думаю, и на глобальной волне в первую очередь скоординироваться и собрать такое сообщество философов, ученых и публичных личностей, деятелей, да, которые сформировали бы некий канон истинных ценностей, лишенной религиозности, ну, как бы, то есть без религии, без политики, без нацизма, без всего, то просто вот истинные человеческие ценности, именно человеческие, да, и вернуться к космизму, вернуться к тому, что Земля, планета – это космический корабль. Возможно, даже искусственно созданный нашими предками, да, и движущийся во Вселенной по какой-то определенной траектории зачем-то и куда-то. И если мы не знаем зачем и не знаем куда, то мы хотя бы можем поддерживать его жизнеспособность и жизнеспособность команды, экипажа, да, экипаж у нас большой, там, много миллиардов единиц, да. Каждый человек, вот, мое видение такое, что если каждый человек будет знать и осознавать, что он является членом экипажа, и он в открытом космосе находится в определенной зоне ответственности за свою жизнь, за жизнь своих близких, за жизнь всех людей на планете, за жизнь самой планеты, да, и так далее. Если все будут воспитаны в таких акцентах, в таких, так скажем, ценностях, то я думаю, что очень быстро планета, она наводнится людьми самодостаточными, людьми спокойными, людьми знающими свое дело, людьми стремящимися к нормальной, так скажем, уравновешенной, гармоничной жизни, да, и так далее. И вот, как бы, это мое видение. То есть, может быть, это утопично немножко с позиции того, что сейчас вообще происходит на планете, но если, я считаю искренне, как философ, как ученый, что если люди, пока люди не найдут правильную стратегическую цель, да, стратегическую цель, все их бытие будет хаотичным. То есть, ну, как бы, это вот как если бы мы бродили в лабиринте, не зная выхода. Или еще хуже, представьте, что мы бродим в лабиринте и даже не ставим задачу найти выход. Просто бродим, праздно шатаясь из одного угла в другой, да. Вот этот вот истинный хаос, да, в котором пребывает человечество, его можно остановить только одним способом, да. Это поставить единую для всего человечества цель, да. Вот как бы какая идея. Но глобалисты это со своей стороны делают. Глобалисты. Но глобалисты, к сожалению, они почему-то, нет, не почему-то, мы знаем почему. То есть, у глобалистов задача какая? Они создают, как действуют глобалисты вообще? Они создают потенциалы, то есть, грубо. Здесь пройдет война и будет нищета, да, то есть, нищенское существование. А здесь изобилие. Да, и по принципу сообщающихся сосудов, там, где прошла война, начнется восстановление разрухи, да. Они начнут снабжать это восстановление разными новыми материалами, новыми товарами, за счет этого извлекать прибыль. После того, как восстановление произойдет, вон, Сирия, да, Южная Пальмира, бла-бла-бла. Потом, бац, прилетели там бомбардировщики и все. И теперь это все, а там были дворцы, павлины и золотые статуи. Да, ну все, там теперь груды камней. И сейчас эти груды камней будут, возьмем Украину. Украина, ну, в большинстве своих городов, люди там очень любили землю, очень любили строить всякие домики двухэтажные, трехэтажные. Огромное количество коттеджей, везде евроремонты и кондиционеры, все это в руинах. То есть, произошла зачистка материальная, да, будет снова восстановление, будет снова прибыль. То есть, глобалисты научились искусственно создавать различного рода катаклизмы и потом красиво из этих катаклизмов выходить. Андрей Евгеньевич, много лет тому назад... Схема Феникс. Много лет тому назад ты сказал ключевую фразу, что приглашают людей на доклады и вот слушают часами что-то, а тебе все время задают две минуты... К сожалению. К сожалению. И сейчас годами мы забалтываем тему. Поливанов обозначил 60 лет. Вот ты рисуешь картину, да, единое человечество, при этом Поливанов объяснил, что вообще это гипотетически тупиковый вариант. Мы же должны в рамках сегодняшнего дня промодерировать, а можем ли мы распространить идею по всему миру. Ну, мне нравится, вот смотрите, мне нравится соединение, то есть мы сейчас, вы обозначили углы, так скажем, да, периметр возможного. Давайте найдем золотую середину. А золотая середина будет в чем? Что если объединение осмысленных людей, то есть если объединение мыслящих, да, объединение людей... Вот он сказал про Америку, как бы, уничтожительную? По всем объединению. Сейчас формулирую. Вот смотрите, он говорит, вот американцы проходимцы, значит, собрали на континенте всех там авантюристов, да? Да, собрали, они этого никогда не скрывали. И, обратите внимание, у них получилось только потому, что они запретили американцам говорить о национальностях. В Америке нельзя создавать вот эти вот группы по национальным интересам, да? Они отвергли какие-либо разговоры о финансовой дискриминации. То есть ты можешь, бомж может зайти в любой мишелин и пообедать там, да? То есть по финансам нет никакой дискриминации. Если у него есть денег на обед, он может прийти и пообедать. Не важно, как он выглядит, белый, черный, желтый, любого цвета он приходит и обедает, да? То есть такая тема, да? И территориальный принцип, то есть каждый человек может купить себе, купить в собственность клочок земли, и это его собственность, и эту собственность будет вся армия защищать, да, в случае чего. То есть вот как бы им это удалось. И по такому же принципу мы можем объединить людей, мыслящих, например, во имя водорода, во имя бестопливной энергетики, во время эфира. Андрей Евгеньевич, на вас налагается большая ответственность. Вы, возвращаясь на волну, на эфирную волну, должны понимать, какими категориями здесь мыслят. Говоря про водород, мы начинаем дурить людей. Это 60 лет. Это дурило вам. Я, конечно же, поднимаю тему... Ну это он думает, что это в его видении 60, а в принципе, если какие-то темы становятся ключевыми... Он дал исторический экскурс. Он говорит, вы, может быть, конечно, гением менеджмента, но пока человечество развеговалось вот с такой динамикой. У меня, знаете, какое было такое до мурашек прям осознание, когда он это рисовал? 60 лет – это период активности одного человека. А что, если действительно за сменами парадигм стоят живые люди? Конечно. Тогда вполне объяснимо, почему 60 лет. То есть человек придумывает тему, и пока он жив, он эту тему двигает. Ну такой фараонизм, да, то есть как фараон. То есть он... Все топили дровами. Он придумал тему угля, и пока он ее двигал, эту тему угля, она была жива. Потом рождается следующий лидер. Лидер запускает тему нефти. Пока он жив, она жива. Вот Рокфеллер, предположительно. Сейчас Рокфеллера не стало, да, и начнется смена парадигмы. Там газовая тема, потом пойдет атомная энергетика или не атомная. То есть это все как бы вот в таком формате. Вот вы же ученые. Эксперимент как раз сегодняшнего дня, что при классическом раскладе должны проходить вот такие циклы, описанные Поливановым. Но тут создатель, творец вкидывает новый пазл. У вас появился инструментарий, которого не было в предыдущих исторических моментах. Да, да. Поэтому встает вопрос, ради чего объединяться. И мы видим, что старые школы говорят, вообще им бессмысленно даже задаваться этим вопросом. Да, они все как один почему-то. Им запретили, похоже, так думать. И вопрос современного молодого поколения, оно все пропитано тренингами. В чем смысл жизни, познай себя, личностный рост. Совершенно верно. Задаемся вопросом. И именно это цементирует народонаселение на планете Земля. Это и позволяет выйти на единые общие идеалы. И именно женщины. Поливанов вот не слышит. Почему? Потому что речь идет про рай. Социологические исследования глобальной волны показали, что мужчины категорически не хотят слышать про рай. Значит, делаем ставку на женщин. Понимаю, что времени у вас очень мало. Вот это модель. Что должны приобрести субъектность. То есть мы не можем фантазировать, что выйдем на улицу и тут заставим кого-то. Нет, должны быть в рамках действующего законодательства. Победить на выборах. Но чтобы победить на выборах, необходимо, чтобы информация стала расстоянием всей планеты. И идея какая? Что малыми силами внутри России получить международный инфовсплеск в сети интернет. Ну, это ваша стратегия. Она совершенно верная. И я ее уже наизусть знаю. Я думаю, что зрители тоже. Я хотел бы к этой стратегии добавить какой момент. Смотрите. У нас дойдется два года до 24-го. Да, да. Это решится за одну минуту. Но не делаете ничего. Смотрите. Вот как бы, что я хочу вам мысль какую донести. Вот смотрите. Помните это стихотворение Маршака, да? Там один там ногой болтал, другой там ковырял. А у нас в квартире газ, а у вас. Ну, вот это стихотворение, да, когда ребята вечером сидят на лавочке, им заняться нечем. Да, вот как бы они ищут идею, ищут тему. И вот фишка в чем? То есть, когда появляется тема, которая увлекает всех, все остальное решается там за один день. Просто пока что, пока что так сложилось, да? Многие говорят, что мы тупые не можем. Нет, мы не тупые. Просто тема жизненно, ну, стоит жизни, да? И поэтому мы говорим о том, что нужно делать круглый стол, и может быть даже не один, до тех пор, пока сообщество не сформулирует такую тему, которая будет средним балансом всех сторон, всех пластов населения, да, и так далее. Вот, например, почему смартфоны на сегодняшний день являются самыми распространенными предметами на планете, да? То есть, даже там вилка, вот мы думаем, что вилка, да? А нет, японцы палочками едят, и китайцы едят палочками. То есть, даже вилка не так распространена на планете, как смартфон, да? Вот интересный факт. И почему так произошло? Потому что это безусловное удобство, безусловная необходимость для всех на планете. Смартфон есть и у православного батюшки в кармане, и у мусульманского лидера в кармане, и у индуиста, и у еврейского пастора, да? То есть, смартфон есть у всех. Так вот, наша идея, она должна быть настолько фундаментальной... И всем требуется подзарядка. Да, и всем нужна подзарядка. И мы даем ответное. Это я к этому и веду, да. То есть, наша идея, она должна быть настолько повсеместной и фундаментальной, чтобы и беременная негритянка, и беременная китаянка, и беременная русская, вот что их всех объединяет? Их объединяет то, что у них внутри жизнь, и эта жизнь как бы диктует им определенные эмоции, правила игры, правила жизни, да? Инстинкты возникают материнские и так далее, уникальные. И вот, как бы, наша идея, она должна быть как инстинкт. Она должна пробуждать в любом человеке безусловное понимание ценности его планеты. У нас, понимаете, как бы, у человека есть понимание ценности его квартиры, ценности его смартфона, ценности его, ну, в лучшем случае, там, девушки, с которой он там дружит, да, общается. Ну, вот сейчас, после пандемии, все понимают ценность, там, чистого воздуха и чистых рук, да, или, там, ценность чистой воды питьевой, или ценность окружения безвирусного, да, то есть все начали это понимать. Но еще немножко нужно докрутить, чтобы люди понимали, что самое ценное, что у них есть, у всех, это планета, на которой они живут. Потому что без кислорода человек живет три минуты. Понимаете? То есть три минуты мы сможем прожить. В случае любой катастрофы космической, человечество обречено. Это понимание. Не спасут ни охранники, ни подводные лодки, ну, понимаем, да, ни бункеры, ничего не спасет. Почему инвестируют? Ну, потому что люди должны это осознать. Андрей Евгеньевич, дальше. Я говорю, к 2024 году дедлайн, когда мы можем, используя этот момент, попасть в западные средства массовой информации. Либо мы полагаемся на свои силы, ну, фантазируем, что мы сами с усами, либо традиционной практикой идти договариваться с Кремлем, получать политическую волю. Вот как вы здесь видите в процентном соотношении, чем заниматься и ваши прогнозы? Что выстрелит? Я думаю, что самоорганизация, вообще-то, как бы, выборы и кандидатство, вещи совершенно волонтерские. Я против, ну, как бы, я лично, вот, и, кстати, Владимир Владимирович, я думаю, он бы меня за это похвалил. Я против разговоров о том, что выборы стоят денег, например. Это неправильный разговор, что за 100 миллионов долларов любой дурак будет избран. Это неправильно. Ну, и зачем? Это же манипуляция общественным сознанием, понимаете? То есть мы говорим о чистоте, но при этом предлагаем бросаться грязью, да? Давайте, если мы говорим о чистоте, то мы покажем миру, покажем Кремлю, покажем всем остальным, что совершенно легкие, спокойные, чистые технологии, чистых отношений, чистого объединения и великой сверхзадачи, сверхидеи человечества, они могут откликаться в сердцах наших близких, в сердцах наших людей. И даже если за нас проголосуют 500 человек, да, или там 2 миллиона, то это уже лучше, чем ничего. И я тут вам скину, я ролик для вас специально такой сохранил. Там индус выходит с избирательного участка, Индия такой в чалме, и плачет искренне, прямо на его телевидение снимает там, и он плачет искренне. Говорит, выборы фальсифицированы. Они говорят, почему? Потому что, говорит, за меня проголосовало только 5 человек. Они говорят, ну разве, ну, а почему нет? Потому что, говорит, в моей семье их 9. И что вы будете делать? Он говорит, буду пробовать в следующий раз. Даже если за нас проголосуют те преданные тысячу зрителей глобальной волны, да, это уже большая победа. Почему? Потому что в любом случае, в любом случае, избирательный механизм, как механизм демократического, ну, как механизм демократический выбора, да, он был придуман именно для того, чтобы вот такие люди собирались, формулировали цели и задачи человечества и продвигали их в обществе. Опять мы уходим в выборы, как выборы какой-то личности. Речь идет о создании коллективного образа. Нет, так я и не говорю о личности. Я говорю о том, что выборы – это как некий общий знаменатель, некий катализатор общественной жизни, общественной деятельности, да. И если в любом другом случае, когда люди лайкают просто тупо понравившиеся ролики, они максимум получают, ну, какое-то удовольствие, да. Это вот так может обидеть зрителей. Хотите умные реакции, но называйте их тупыми. Нет, так они, если бы они умно реагировали, то они бы наши ролики лайкали, понимаешь? А так, ну, суть не об этом. Суть о том, что когда люди просто лайкают ролики, это половина дела. Но когда они лайкают ролики осознанно, во имя достижения каких-то глобальных задач, и потом они получают обратную связь в виде утверждения кандидата, или в виде того, что кандидата наконец-то заметили на каких-то каналах, или что-то началось какое-то шевеление в этой области, вот, то это, ну, большое, это большое дело. И я думаю, что есть смысл все-таки собрать круглый стол, и в режиме большого ватманского листа каждый со своей колокольни мог бы нарисовать Россию будущего. Может быть, мир, ну, мир будущего – это слишком большой масштаб, да, но вот Россию будущего, или свой город будущего, или… Это проведено в каждом городе, в каждом институте, в каждой администрации. Это десятилетие. Да-да-да, но это надо модерировать, потому что люди начинают рисовать каких-нибудь роботов, еще что-то, а нам надо рисовать отношения. Опять забалтываем. А забалтываем. Почему забалтываем? Ну, если мы на глобальной волне, мы знаем тезис – единицы двигают цивилизацию вперед. Да, знаем. И вот эти единицы не попадают на этот ватман. Вы поймите, что на этот ватман попадают мыслители, которые мыслят категориями развития динамики 60 лет. Ну, да, но… Вы не увидите в оси ни одного докладчика, который рвал бы тельняшку на себя. Да, оси вообще вымышленная структура. Да где угодно, Андрей Ильич. Я же все время говорю, поддержите меня, я выйду с одиночным пикетом к правительству. Только мы с вами можем что-то сделать, потому что бесплатно, понимаете? Все, что делается за деньги – это все вымышленное. В следующий момент – это энергетика. Луна. Дезинтализованная энергетика для каждого. Да, хорошая идея. То есть вот завтра долбанет атомная война – как выживать? Да. Ну, допустим, вымрут 90%, а 10 как? Вот если у них будет деконцентрированность точек энергии… Дезинтранная, да, автономная. Какое-то количество времени они проживут? Как долго будут работать эти устройства? Второй вопрос. Автономные, да. Ну, в любом случае, давайте еще раз. Значит, просто как продолжение дискуссии. Вот смотрите, вы говорите бесполезно. А что полезно? Мы с вами в разговорном жанре работаем. Да. Поэтому нам доступны только инструменты разговорного жанра. Вот первый инструмент разговорного жанра – диалог. Мы уже используем. Круглый стол – это более сложный. Другой инструмент разговорного жанра – дискуссия, да, когда не двое умничают, да, а умничает группа, и желательно собранная по квалификации, да, то есть… Вот был сегодня Поливанов, и мы увидели, что ядерные группы в том смысле, чтобы мозгового штурма не были… Он одержим, да, он одержим своими идеями, установками, и он не философ совсем. То есть он такой инженер с четкой позицией. А я предлагаю создать все-таки круглый стол философов, потому что у нас нет задачи сейчас делать дорожную карту. У нас есть задача родить единую концепцию рая на земле. Рая на земле не в плане, какими будут дома и какими будут там автомобили, а рая на земле – зачем он, во имя чего он нужен, что будет центром притяжения этой райской жизни. Потому что многие даже боятся попасть в рай. Многие говорят, ну вот ты меня лиши сейчас кредитов, рабочие смены, жены, там, еще чего. Ну, то есть убери от меня все заботы. Я деградирую, я начну там наркоманить, еще что-то, да. То есть я просто сформулировал, я говорю, что… Они говорят, что такое рай на земле? Я говорю, это пятизвездочный Хилтон, где за тобой ухаживают, тебе ничего не надо делать, тебя кормят три раза в день, да, там, физкультура, все. Он говорит, а что я буду в свободной от работы, ну, вообще, что я буду делать? Вот концепция, да, что человек свободный, он может реализовать космические идеи, да, осваивать соседний космос или усовершенствовать эту планету. То есть, по сути, человек освобожденный, он может только изобретать. Он может наблюдать за природой и находить для природы какие-то подпорки, да, какие-то взаимодействия с природой. Все, это максимум на что. Но человек древний так и делал. Но человек древний очень быстро закапсулировал себя всеми этими сетями, нефтепроводами, газопроводами. То есть, ну, он в кокон попал этих технологий, да, и теперь, как бы, получается, что он живет ради этих технологий. Он когда-то создавал эти технологии, чтобы жить, а теперь он живет ради того, чтобы не умереть от этих технологий, да. И вот вскрыть этот кокон, да, и освободить сознание человека, дать человеку более сложную мечту, более серьезную затею, да. Вот это задача этого круглого стола. И я говорю, что это задача вселенского масштаба. Может быть, один круглый стол ее не решит. Понимаете, есть задачи математические. Сколько будет 2 плюс 2? С такими задачами мы идем в первый класс, да. Есть задачи там с дискриминантом, да, квадратный корень. С этими задачами идем в седьмой класс, там, или в шестой, уже не помню. Но с задачами, когда нужно сформировать цель для целой планеты, цель, понятную на хотя бы семи языках ООНа, цель, которую примут все, цель, которая увлечет, вот эта задача для круглого стола, может быть, не одного. Может быть, такой круглый стол нужно провести в России, в Украине, в Америке, в Австралии. А все это позволяет производить это дистанционно? Конечно, конечно. Я не говорю о том, что там какие-то арендователи, что-то. Нет, просто, ну, идея именно в том, что первый инструмент – диалог, второй инструмент – круглый стол, третий инструмент – уже конференция. То есть, когда у нас по теме собрались понятные докладчики, которые могут популяризировать эту задачу, которые могут тысячи людей в зале донести суть этой задачи, и как мы ее решили, и почему это правильно, а не аргументов набросая, все, да, вот, конференция. Дальше уже съезд, дальше большой съезд, ну и так далее. И идея тогда начинает овладевать массами, и люди тогда за нее бороться готовы, потому что они, ну, брум, отмотали всю стратегию. Вот, и вот, как бы, я считаю, что режим диалога на глобальной волне освоен на 100%, то есть, огромное количество интереснейших собеседников, огромное количество, да, но глобальной волне пора переходить из режима наблюдателя чужих дискуссий, да, наблюдателя разных круглых столов, в режим модератора, то есть, когда мы выбираем тех спикеров, которые нам интересны по этой теме, модерируем с ними вопросы-ответы, то есть, мы понимаем, что они понимают, что мы от них хотим за этим круглым столом, да, каких мы хотим, ну, концентратов, и собираем уже их для работы, для совместной, да, чтобы они на гора выдавали какие-то свои мысли, идеи, планы, да, бум-бум-бум-бум-бум-бум, и когда из этого всего возникнет вот этот лего-кубики эти, да, вот тогда из этих лего-кубиков можно собрать что угодно, хоть танк, хоть город, хоть самолет, вот. Как и планировали, 33 минуты. Да. И завершая сюжет, Андрей Евгеньевич, куда мы без женщин? Как ты говорил, Владимир Владимирович, если в мире не будет России, зачем нам такой? Гениальная идея, я вас поддерживаю с первой минуты. Да, именно женский мир, именно женское объединение, женщины находят, кстати, я сколько раз видел в поездах, на кораблях, где угодно, да, как только 2-3 женщины попадают в поле зрения друг друга, через 20 минут это уже кружок. Вязание, рисование, готовки, чего угодно. У нас есть творческие личности. Женщины очень хорошо объединяются. Объединяющиеся в пении. Вот, несколько слов по помещению. Да. Какой ваш стратегический менеджмент в развитии вот этого направления? Помещение у нас готово, да, то есть осталось нам... Где оно находится? Выбрать в самом центре, в самом сердце Москвы, метро Китай-город. То есть очень хорошее помещение, все там, аппаратура есть, все. Там есть только одна проблема. Мне нужно в этом помещении провести с вами и с теми, кто будет дальше заниматься, постановочных там 1-2 занятия, ну, чтобы я делегировал, ну, мелочи, бюрократия, да, пропуски, ключи, там, паспорта туда-сюда, чтобы, ну, чтобы появился там ответственный, все, чтобы это не было привязано ко мне. Вот, Дмитрий Захарович, чтобы у нас была... Водитель хорового коллектива. Была преемственность определенная, да, по этим всем оргвопросам, чтобы я мог спокойно знать, что у меня там все под контролем и работает. В идеале, в идеале, я думаю, что это должно быть все под камерами и в прямом интернет-эфире, чтобы вы могли в любой точке заходить, смотреть. Конечно, конечно, так и сделаем. И другие люди. Но здесь надо думать, будет уже о подписке, кого допускать вовнутрь, в святые святых, кого нет, а как внутренний контроль, чтобы для собственного уверенности. Помещение, да, стратегическое. Вы только что говорите про свободу личности, и тут же навязываете некую условность, ограничение в виде того, что я хочу смотреть и увидеть... Это что это такое? Это я предложил. Я понимаю. Это неправильно. Это я, как менеджер 21 века, говорю о том, что вот мы сидим, и все сейчас маскируется на камеру. Имеется в виду форматы? Имеется в виду форматы? Это не должно быть в прямом эфире. Потому что, если мы говорим про... Я говорю условно прямой. Условный для владельца помещения, чтобы всегда понимать, где... Это запись. Именно не запись, а именно, что в режиме реального времени он видит, что зашли, все по графику, зашли, открыли, закрыли, свет потушили, включили. Это нормальный... Как реалити-шоу такое. Не нужно принимать... Там, где тебе не надо, ты выключил. Да. Там, где надо, снова включил. Ну, это же, как бы... Хорошо. Мы же не в тюрьме. На что у меня возникла тема, что популяризировать надо эфир. Эфир дает возможность на новое мировоззрение. И вот это вот популяризация. Ваше видение какое? На что направить творчество? Я... Это, как само собой разумеющееся. Я думаю, что... Вот у меня был такой... Ну, и есть сейчас проект «Рука помощи», да, где мы говорим людям о том, что люди, не стесняйтесь творить. Вообще любое творчество, оно может проявляться не только в традиционных искусствах, да, там, пение, танцы и так далее. Человек, который придумывает микросхему, он тоже творит. Человек, который... Вот сейчас вы меня вдохновили, у меня сейчас идея такая возникла, ну, с прошлого общения, да, про эти конденсаторы. Да-да-да. Вот я сейчас ищу... Бари-капы, барри-капы называют. Да, вот я сейчас ищу конденсаторщика профессионального, да. Один сказал, что все это фуфло, все это как бы не стоит внимания. Ну, он плохой. Япония уже стала выпускать. Он просто плохой конденсаторщик. А прислали сообщение, что в Японии уже стала это выпускать. У меня какая идея в связи с этим возникла, с этими конденсаторами? Я подумал, что вот коптеры, пропеллеры крутятся, там же, наверное, электризуется что-то обо что-то, да, и вот найти бы человека, который, ну, увлечется и вообще посчитает хотя бы теоретически какие-то потенциалы, возможности и так далее. Но суть не об этом. Суть в том, что каждый человек обязан творить. Обязан творить. Я думаю, что даже я бы так сформировал. Если человек не творит, он опасен. Ну, то есть он, значит, либо он деградирует, либо он затуманивает мозг какими-то дурманом, да, либо он вообще это пустой, да. Но если человек говорит, я человек, то автоматически мы говорим, какие у тебя есть идеи. Идеи о планете, идеи о животных, идеи о здоровье, идеи о космосе. То есть у человека обязательно должны быть идеи, если это человек. Потому что главный смысл жизни человека – это формировать хотя бы идеи об этой жизни, да. Желать улучшить, желать синергию какую-то, сконструировать что-то, да. То есть, ну, человек живет идеями, да. Главное, чем мы отличаемся от обезьян, это то, что обезьяны живут внутри своей кармы, да, то есть палка-копалка, да, а мы способны генерить идеи. Мы можем из этих палок конструировать. Знаете, вот даже я бы такую грань провел, да. Вот обезьяны, они могут понять, научиться палкой сбивать бананы, но обезьяна никогда не сделает из еды картину палкой, например, да. Обезьяна никогда не будет рисовать банан на песке и любоваться им. Обезьяна никогда не увидит в нарисованном банане вообще банан, да. Да, человек способен, способен творить и видеть творчество других. Вот, наверное, вот это две парадигмы, да. Одно дело творить и другое дело распознавать творчество других, да. Не ограничивать людей, не делать каких-то глупых замечаний, а наоборот восхищаться и распознавать, подталкивать. Для матерей это очень важно. Вот весь процесс воспитания ребенка, это как раскрытие, как выращивание розы, да, как раскрытие одного лепестка за другим. То есть, если у него полноценные родители, то ребенок в процессе детства, он вырастает, раскрываясь кем-то. А если у него не было воспитания, то он и не знает, кто он. Он вырастает, слоняясь по улицам и копируя других, да, там и так далее. То есть, ну, тяжелая жизнь на самом деле. Поэтому, если наш центр станет, например, подспорьем к воспитанию ребенка, это уже, ну, большая заслуга, да. А если еще к воспитанию взрослого, взрослого-то вообще, как бы, умных учить только портить, да. Но если мы и в эту сторону хоть что-то там сделаем, то это тоже уже хорошо. Поэтому главное начать. Что должно произойти, чтобы, осознав, что 24-й год – это реальная дата, вы включились и начали барахтать лапами 24 часа? То есть, что для вас может послужить триггером? Что, моя встреча с Путиным, что вы... Давайте мы двигаться маленькими шагами к большой задаче. Вот сначала предложение, вот в этом ролике даже уже прозвучало там три предложения, четыре, да. Давайте мы вот так сделаем, что мы сначала выполним маленькие шаги. И когда зрители увидят, что это выполнимо вообще, что это не забыто, не заболтано, а действительно начало работать, я думаю, что, ну, они начнут включаться уже более серьезно, интенсивно, да. И, ну, вообще, как бы, о выборах надо начинать говорить где-то в марте, ну, февраль-март следующего года. То есть, это начинается, как бы, отрезок вот этот, да, финишная прямая, ну, как бы, интенсивная. И если мы начнем разогревать ситуацию в феврале-марте, то как раз летом, ну, лето – это идеальное время для всех координационных советов, собраний, всех вот этих форм... в исполнении всех этих формальных вещей. То есть, это вот, как бы, ну, мое видение. Сейчас об этом говорить рано, преждевременно, пока мы не сформируем стратегические цели для землян. Я бы здесь даже не гнушался опытом венерианцев, опытом антиглобалистов, посмотреть все опыты, которые есть. Может быть... Алтын замахивается на... Алтыны, Малтыны. Знакомы с проектом Алтыны? Обязательно, лично даже с ним знакомы. Что можете сказать? Он говорит, что у них там, отлично... Не на камеру. Я примерно так... Он говорит, что учиться тебе надо, Ярослав, Андрей Петрович, видеть то, что не показывает. Да, да. Я вообще думаю, да, что, скорее всего... Вот, смотрите, сейчас Поливанов меня чем удивил? Он очень, первое, интересный собеседник и глубокий специалист в определенных вопросах. Вот не лень ему вот это все перечитывать, статистику, цифры, да, это же он все искал, компоновал, то есть... Рисовал. Рисовал. У него достаточно хорошие концентраты, острые, прям по проблематикам, да? Специалист, специалист. Такого же специалиста у вас есть Простов. Да, тяжел в общении. Такой немножко, это, ну, неконтролируемый канал у него. Но тоже я смотрел его там определенные, да, то есть, и как бы, если мы правильно смодерируем и правильно, концентрированно выберем, там, 3-5 спикеров, ну, и из этого сформируем вот эту ткань интеллектуальную, то за счет вот этого, как бы, трения, да, и компоновки обязательно вот этот, ну, росток родится. Это закон жизни. Да, и поделюсь последними наработками последних дней, буквально. Наш соратник овладел искусственным интеллектом, и теперь вот этот видеоматериал загоняется в сеть, и на выходе мы получаем практически идеального качества текстовый материал. Вот отлично. Вот отлично. Вот отлично. Наконец-то мы пришли. А скоро, помните, я там в каком-то видео нашел случайно, тоже рассказывал, что снимайте, снимайте, Ярослав Петрович, скоро появится искусственный интеллект, который будет уметь монтировать, и тогда мы как в мясорубку будем туда загонять этот материал, и оттуда будут выпрыгивать эти мотивирующие ролики такие по 10 секунд, по 15, да, и народ начнет врубаться, о чем речь. Все, все, мы приближаемся, мы приближаемся к некому, к некой реформации, да, вот Зеланд называл это трансформацией, и он ошибся. Нет, не трансформация сознания, будет реформация сознания, то есть из готовых пазлов сознания будут создаваться устойчивые ассоциации, устойчивые концепты, и человек не сможет этому противиться, ему будет это казаться единственно правильным. Все, он будет, ну, просто это делать. Эксперимент прошел успешно на Украине, вот этот национализм на Украине, вот этот гипертрофированный, это социальный эксперимент, я даже примерно знаю, кто там у Истоков стоял и так далее, но он прошел успешно, и мы видим, ну, в кавычках успешно, но мы видим население наэлектризованное, мыслящее шаблонно, какими-то очень тонкими, узкими, такими скальпельными аргументами, да, но мы это видим, то есть это как бы то, что мы переживаем. Сейчас из нас таких же сделают, вот как бы компенсации. Ну, видишь, здесь тоже Ливанов правильно задает вопрос, я, не будучи политиком, прекрасно видел, что с Украины в свои годы были ходоки, которые обращались к сотрудникам разных служб и говорят, вы что делаете, брошены всякие туры, все брошены, вы о чем думаете, ну, что происходит. И вдруг проходят годы, и говорят, предательство, но... Не, ну люди были увлечены зарабатыванием бабок, тут все понятно, и до сих пор это не прошло, я думаю, что до сих пор пилятся миллиарды вообще не на то, и только могила их исправит. Горбатова исправит могила, знаешь, выражение. Есть несколько разных признаков, по которым зрители начинают понимать, что происходит с сюжетом. То есть, если идет какое-то выступление, конференция, и вдруг выходит Ярослав Старухин, значит конференция завершается, и будет стоять завершающим. Если появился в кадре барабанщик, это значит, что речь идет о благодарности, ом, дорогие друзья, было очень интересно. Да, спасибо вам, зрители, спасибо вам, Ярослав Петрович. Андрей Евгеньевич, начинаем. Начинаем. Все, стоп, снято, и тогда читаем комментарии зрителей. Да, хорошо. Благодарю.